Вязание для вас. Мастер-класс по вязанию плюшевых вишенок. Приятный нежный диаметр каждой около 7 сантиметров. Берем красную ниточку и набираем 3 воздушные петельки. И соединяем последнюю с первой. Формируя таким образом круг, вяжем столбики без накида по кругу в одно и то же отверстие. Соответственно, таких столбиков будет около 7-8. Далее делаем добавление петелек, формируя кружочек. Добавление делаем на каждый третий столбик. Первый провязываем, второй провязываем, третий провязываем и тут же в третий еще делаем один столбик. Таким образом, мы расширяем нашу основу, наш круг до такого состояния, чтобы он не сгинался до того момента, который нам нужен. И так далее, по кругу. Первую провязываем, вторую провязываем, третью провязываем и в третью тут же в четвертый столбик. По-простому, это называется, добавляем петлю в каждый третий столбик. Вот такой плоский идеальный кружочек у нас получается. И так далее, на третьем столбике добавляем четвертый и таким образом, наша основа под вишенку будет ровной, плоской, не закругляться. И так вяжем до определенного момента. А этот момент наступает, когда вы путем добавления в каждую третью получаете идеально плоский кружочек. Вяжем его до того момента, когда он будет 7 сантиметров. Провязали 7 сантиметров. Ну, у кого как. Если вы хотите, чтобы вишенка была больше, соответственно, больше кружочек в диаметре. В моем случае это около 7 сантиметров плюс-минус. И далее вяжем по кругу столбики также без накида до определенного момента. Сейчас мы не добавляем каждую третью столбики, а вяжем так, как есть. Столбик над столбиком. Таким образом, наша нижняя часть вишенки закругляется, формирует своеобразную чашу, то есть основу вишенки. Вот, как видно. Не добавляем и не сокращаем. Просто идем вверх. До высоты около 3-3,5 сантиметров. Провязали. И сейчас наша задача присоединить безопасные глазки пластиковые, которые у нас есть. У меня это диаметр около 3-4 миллиметров. Вы можете взять глазки и побольше. Поменьше их нет, это самые маленькие. А побольше также можно использовать. Согласно масштабу вашей вишенки. Если вы изначально диаметр связали, основу более 7 сантиметров, то соответственно и глазки могут доходить там до 8 миллиметров. В данном случае это вот 4 миллиметра. У меня тут расстояние, как видно, среднее. Здесь около 2 сантиметров между глазками. Можно ближе, можно дальше. Все на ваше усмотрение. Так как это творческая работа, я показываю алгоритм, а вы уже можете сами, как вам нравится, крепить глазки. Мне очень нравится данная система крепежа глазок пластиковых. Это немаловажно при вязании игрушек для детей. Да и вообще эстетически. И в плане крепкости работы. То есть такие глазки, они не отпадут, не линяют. А сейчас, конечно же, бровки. Мы должны придать определенное выражение нашей вишенке, ее лицу. Я беру хлопковую черную нить. Не рассоединяю так, как есть. Вот клубок у меня лежит. В верхнем левом углу его хорошо видно. Это хлопковая нить Ярнарджинс. Вот таким образом формируем бровки. Над одним глазом и над другим. А также над самим глазиком можно дополнительно вот так вот. Также протянуть иголочкой черный стежочек. Как бы подчеркнуть глазки. Придать мимимишности. Так просто глазки, а так и бровки, и подводка. Соответственно, вишенка получается миловидная. И симпатичная. Стараемся делать это все симметрично. Но так как это вязание, это плюшевая пряжа, это творческий подход. Соответственно, идеально ровно у нас не получится. Но мы стараемся. Так же дополняем наш образ белой ниточкой. Так же сама любая хлопковая белая ниточка. Главное не мулине, а вот именно та, которая для вязания. Я так же ее целиком использую. Вот таким образом продолжаю наш глазик. По бокам. И так же снизу. Такое оформление глазок я подсмотрела в иностранных источниках. То ли корейские, то ли японские. Вот эти мимимишные у них амигуруми вязаные игрушки. С вот такими элементами. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь немаловажная часть, это нижняя часть, это ротик. Так же используем эту же белую нитку. Я его составляю из двух стежков. В виде такой галочки. Получается прикольно, интересно и необычно. Для плюшевого полотна это вообще идеально. С одной стороны отрезочек, стежок. И с другой стороны они объединяются в одном месте внизу. И так же можно по второму кругу дополнить. Продолжение следует... 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 еще покажу для закрепления вот то первый ряд еще 2 вверх провязали 3 рядка проверили и сейчас идет у нас сокращение сокращение по такому алгоритму провязываем 2 столбика в третьем сокращаем то есть перескакиваем 3 переходим четвертый 1 провязываем 2 провязываем 3 пропускаем таким образом мы ведем сокращение нашей вишенки это ее макушка верхняя часть еще раз повторяем 1 2 столбик и далее сокращаем 3 алгоритм может быть такой что вы 2 провязываете в 3 сокращаете а можно 3 провязать и в 4 сократить в данном случае я немножко ошиблась я начала так 1 провязываем 2 провязываем 3 сокращаем а далее уже пошло так 3 провязываем на четвертом сокращаем и так по кругу это вы уже смотрите как вам удобно и так считается правильно и так 1 2 3 далее перескакиваем через один столбик и делаем сокращение ведем максимально до того момента когда нам удобно будет заправлять в вишенку холофайбер оставили мы пространство для того чтобы было удобно заправлять холофайбер вот у меня он беленький такой интересный хорошего качества тут у меня около 60 грамм в общем для мастер-класса я не сильно заталкиваю холофайбером работы но а вы если хотите конкретный такой красивой упругой формы твердый то холофайбера нужно побольше я чтобы не терять время просто наглядно показываю а вы уже можете побольше холофайбера заталкивать что мы что-то мастер-класса как по мне уже достаточно вишенка приняла форму поправляем глазки и далее наша задача закрыть работу закрываем и далее по такому принципу 1 провязываем и через один сокращаем 1 провязываем и через один сокращаем сейчас объясню почему так таким образом у нас будет макушка плоская до этого мы сокращали через вторую или третью сейчас через одну плюшевая пряжа позволяет так сделать так как она максимально заполняет все дырочки через одну довольно туго не слабенько затягиваем по кругу нашу работу вот таким образом до последней петельки через одну затягиваем довольно туго в конце обрезаем нить хвостик нужно оставить с запасом далее вытягиваем и на ваше усмотрение затягиваем во внутреннюю часть чтобы макушка была плоская красиво я просто затянул во внутрь протянул а вы можете дополнительно взять иголочку ставить эту же ниточку и зафиксировать убираю лишние ворсинки выравниваю форму нашей вишенки вот такая здоровская вишенка у нас получилось для большей эстетики можно поработать иголочкой дополнительно сформировав ротик глазки бровки это все интуитивно вы будете делать для того чтобы вишенка имела законченный красивый вид вот такой формы шарика по такому же алгоритму вяжем вторую вишенку и не забываем для себя записывать небольшую записочку которая вы указываете диаметр круга основы также высоту какая должна быть это все для того чтобы обе вишенки были симметричны понятное дело там миллиметрах они могут отличаться точь-в-точь у нас не получится так как схемы конкретно я не даю я не пользуюсь схемами а показываю алгоритмы количество петелек иногда не всегда высоту количество рядков взяли зеленую ниточку намотали себе дополнительно и делаем ее двойной на видео я показала как делать затягиваем ровно среднюю часть макушки нашей вишенки получается у нас двойная нитка и этой двойной ниткой мы ведем обычные воздушные петельки вверх вязать нужно довольно туго так как это ножка основа вишенки но задумка конечно что эта игрушка которая будет подвешенном состоянии или соответственно вот эти плодоножки вишенок мы делаем мягкими если у вас задача стоит сделать их твердыми но чтобы они не сгинались а имели форму каркас то конечно можно использовать там проволоку все на ваше усмотрение данная же модель она мягенькая плюшевая соответственно вот эти плодоножки и листочек у нас без каркаса вяжется просто вяжем так до 20 сантиметров может чуть меньше около 18 это чтобы плодоножки были довольно длинные и и вишенки красиво смотрелись ничего не обрезая продолжаем подсоединять вторую вишенку к первой таким образом просто связывая аккуратно не спеша все как на видео обрезаем лишнюю ниточку тут лучше запасом оставить вытягиваем ниточки и далее на ваше усмотрение просто аккуратно фиксируем у каждого это свой метод я затягиваю для наглядности крючком во внутреннюю часть вишенки вы можете это дополнительно зафиксировать иголочкой туда ножки готовы теперь приступаем к вывязывание листочки делим ровно пополам берем также зеленую двойную ниточку и вывязываем листочек для этого подсоединяем двойную нитку воздушную петельку фиксируем две вместе за крайние дольки вывязываем воздушные петельки вверх их количество 8 штук таким образом мы формируем длину нашего листочка можно сделать 10 главное не меньше 8 далее два столбика без накида третий столбик с накидом далее также с накидом вот уже видно как листочек формируется еще один с накидом в эту же дырочку также с накидом чтобы листок не заворачивался еще один с накидом и в эту же дырочку еще такой же с накидом и заканчиваем наш листок двойная нитка не сильно удобно это был лишний столбик я его убираю сейчас просто столбик без накида также второй и можно затягивать обрезать ниточку и фиксировать как вам удобно плюсы плюшевой нитки том что узелочек после того как мы его обрезаем его особо и не видно на работе и вичтый столбик без накидом иuous вичтый столбик без накидом для конкурса Продолжение следует... Продолжение следует...